Привет, друзья! Это третья серия моего реалити проекта, где я с нуля запускаю бизнес на Amazon США по модели Private Label с бюджетом 30 тысяч долларов. А это тот самый продукт, который я буду продавать на Амазоне. Если вы помните, во второй серии этого реалити проекта я поделился с вами семи продуктами, которые, на мое мнение, имеют потенциал для продажи на Амазоне. И в этой коробке находится один из этих семи продуктов, которые я запущу. Сегодня я хочу рассказать вам, почему именно я выбрал этот продукт, какую цену дал мне поставщик, какая маржа, преимущества и недостатки этого продукта. И как я собираюсь кастомизировать этот товар, чтобы выделиться среди конкурентов. Друзья, пожалуйста, поддержите меня лайком и обязательно напишите комментарий, ведь таким контентом никто не делится. Итак, я остановил свой выбор на диатомитовых ковриках для ванной. Вот этот коврик. Он выглядит и ощущается как камень. Основное преимущество диатомитового коврика в том, что он моментально впитывает жидкость с поверхности стоп и довольно быстро высыхает за счет своей пористой структуры. Также этот коврик предотвращает распространение бактерий и грибков. Продукт реально классный и относительно новый на рынке. Эта ниша появилась на Амазоне в середине 2023 года, по сути год назад. Как вам продукт, друзья? Напишите ваше мнение. Мне очень будет интересно узнать ваше мнение в комментариях. Во время анализа этих ковриков для ванной я вышел на еще один похожий продукт, который также сделан с диатомита. Этот продукт называется Dish Drain Mat. Это такие же диатомитовые коврики, но для кухни. Они предназначены для сушки посуды и они меньшего размера. Я проанализировал эту нишу и увидел потенциал этого продукта. Поэтому я также решил добавить в рамках одного бренда еще коврики для сушки посуды. Получается, что у меня будет две модели. Коврики для ванной и вторая модель коврики для сушки посуды. И я думаю, будут еще разные вариации в виде цвета, принта или сета. Кстати, эти два продукта я нашел с помощью программы Helium 10, в которой есть инструмент под названием Black Box. Я лично считаю, что Helium 10 это лучшая программа для поиска продукта для продажи на Амазон. У меня есть куча видеогайдов на канале по этой программе, а также есть много классных скидок от 20 и до 35%, а иногда и 50%. Друзья, ниже под видео я оставлю ссылки со скидкой на программу Helium 10. Теперь я хочу пройтись по плюсам и минусам моих каменных ковриков, а также обсудить цифры. И плюсы этого продукта следующие. Первый плюс – это высокий спрос на данный продукт. Согласно данным от Helium 10, оборот ниши в месяц по ключевому слову Stone Bass Mat составляет 1,7 миллионов долларов и 90 тысяч search volume, то есть поисков в месяц. Цифры говорят о хорошем спросе. А топовые продавцы имеют больше 200 тысяч долларов оборотов в месяц. Я считаю, что с классным продуктом и качественным контентом через 6-8 месяцев можно взять 10% доли рынка. Второй плюс в том, что продукт не сезонный и он стабильно продается в течение года. После детального анализа конкурентов я еще заметил, что многие конкуренты продают сеты из двух ковриков, то есть наборы. Потому что в США в домах минимум по 2 ванны, а зачастую и больше. В каждую ванну или душ нужен этот коврик, поэтому люди сразу покупают по 2 штуки. И я также задумываюсь сделать одну из вариаций в виде сета из двух ковриков и предложить чуть более выгодную цену, чем если бы клиенты покупали отдельно. Следующий плюс заключается в том, что этот продукт очень легко кастомизировать. На коврике можно вырезать любой рисунок и при этом поставщики готовы кастомизировать товар от 200-300 единиц. Не обязательно закупать 1000 единиц. Я считаю, что это огромное преимущество, потому что я создам свой уникальный дизайн. По сути, отличие ковриков только в визуальной части, потому что материалы у всех одинаковые. Поэтому стоит максимально подойти к серьезной кастомизации. И в следующем выпуске я вам покажу дизайны, которые я буду запускать. Что касается цифр, то тут также есть очень позитивные моменты. После общения с поставщиком закупочная цена получилась гораздо меньше, чем я планировал. А именно 4,5 доллара за один коврик. Это уже с кастомизацией и кастомной упаковкой. А цена продажи на Амазоне такого коврика 45-50 долларов. По моим подсчетам, получается маржа 35-36%. Это с учетом Амазон Комиссии, но без учета рекламы. С рекламой эта маржа получится где-то 20%. В целом цифры неплохие и я считаю, что с этим продуктом можно работать. Что касается минусов, то они также есть. После анализа отзывов конкурентов я заметил, что многие жалуются на то, что коврик приходит поломанным или легко ломается. Конечно, это проблема в первую очередь в упаковке. И я уже начал работать с поставщиком над улучшением качества и надежности упаковки. Да, друзья, при анализе конкурентов обязательно читайте негативные отзывы клиентов. Вы много чего подчеркнете полезного и узнаете, как вы можете улучшить свой продукт. Второй минус связан с тем, что в нише 80% китайских продавцов. Можно сказать, это 80% производителей. И некоторые из них продают коврики по 25 долларов. Конечно, мне это не нравится. Моя целевая цена это минимум 45 долларов, а лучше 55. Поэтому я буду работать над фото и видеоконтентом. Я буду строить бренд и позиционировать себя более качественным и премиальным брендом. Главное, что я вижу, что есть продавцы, которые продают и по 90 долларов такой же коврик. И у них также есть неплохие продажи. Теперь я хочу рассказать вам о поставщиках. Я списался с 20 поставщиками. И с этих 20 поставщиков я выделил 5 опытных поставщиков. И как мне показалось, надежных. Как я определяю, надежный поставщик или нет? В первую очередь я захожу на его магазин, то есть на его основной сайт Alibaba и анализирую, какие он продает продукты. Если я вижу, что продукты все с одной тематики, например, коврики для ванной, для кухни и остальные продукты только в этой категории, то это большой плюс для меня. Потому что поставщик не распыляется, а сфокусирован только на одном направлении. Но если я вижу, что у поставщика и коврики для ванной, и детские игрушки, ну и так далее, то для меня это плохой знак. После этого я захожу в раздел отзывы и смотрю, какой рейтинг и какие отзывы у этого поставщика. Этим отзывам можно доверять, потому что их оставить могут только те люди, кто уже заказал что-то у этого поставщика. Ну и конечно же я смотрю Verified Supplier Bajig. И также смотрю, сколько он лет на рынке и работает ли он через Trade Assurance. То есть принимает ли он оплату через Alibabu. Напрямую я никогда не оплачиваю, потому что это огромный риск. И вот с помощью такого простого анализа с 20 поставщиков я отсел 15. Окей, какие следующие шаги? Это дизайн и заказ сэмплов, то есть образцов. Как я говорил ранее, коврики можно легко кастомизировать. Я могу нанести любой принт или картинку, и мой поставщик все вырежет под мой дизайн. Я планирую заказать 5 разных сэмплов у 5 поставщиков. И я хочу заказать сэмплы кастомизированные. Поэтому сейчас задача найти дизайнера и определиться с дизайном ковриков. Я думаю, что это будет точно не один дизайн. Также задача придумать имя бренда и создать логотип. Ну и конечно же зарегистрировать торговую марку на USPTO. USPTO это государственная фирма, которая ответственна за регистрацию торговых марок и патентов. Ну и после регистрации торговой марки мне нужно будет зарегистрировать бренд registry на Амазоне. Работы предстоит много. Поэтому в следующей серии я вам покажу дизайны ковриков, дизайн упаковки и имя бренда, который я выбрал. Друзья, если это видео было полезно вам, то огромная просьба поставьте лайк и напишите комментарии. Всем хорошего дня и до встречи в новой серии этого реалити проекта. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!